Восемь утра. Гараж староскольских коммунальщиков к работе готовят технику. Зима получается пока переменчивая и с обилием осадков, а значит работы много. Новую технику сразу бросают в бой. У нас территория обслуживания увеличивается. И ЖС, новые улицы. Какие-то объекты, какие-то дороги нам передают. То, что было когда-то, оскольские дороги обслуживали, теперь нагрузка идет на нас. Хорошо, но это усилит? Конечно, усилит. Техника со временем стареет. Учитывая, что техника постоянно под нагрузкой находится, вот и взнос быстрее происходит. Поэтому техника нужна. Погрузчики, автогрейдеры Старосков получил 32 новых автомобилей для уборки города. Это позволило укомплектовать на 60% автопарк коммунальных служб округа. Однако за руль надо кого-то посадить. Да и без ручного труда пока никак не обойтись. В первую очередь в чем проблема? Проблема в том, что неудокомплектованности штатов. Вот это самая основная проблема. Что на дорогах общего пользования, то есть это приведение в нормативное состояние остановочных комплексов, это приведение в нормативное состояние пешеходов, спусков, подъемов. Все мы прекрасно знаем, какой у нас рельефный город и сколько у нас действительно в Слободы идет спусков, сколько подъемов, лестниц, переходов, мостовых переходов. Соответственно, это все надо очистить. Людей, которые на ручном труде, к сожалению, очень большая нехватка. Мы на данный момент сейчас только на 50% укомплектованы, что в Зеленстрое, что в СГМПО, КХ, ну и соответственно управляющие компании. Это Нина Кудинова, рабочий по комплексной уборке. Новогодних праздников у нее не было. Снег сыпал все выходные, поэтому Новый год она провела, как говорят на лопате. Новый алгоритм уборки, который приняли в Белгородской области, предусматривает незамедлительную уборку, постоянный мониторинг и отчет. А это значит, Нина Васильевна будет работать в ненормированном графике и уповать на ясную погоду. Ну, как провели, вот с лопатой на дорогах снег, зима выдалась, сами видите, какая снежная. Вот и все выходные, мы без выходных, в общем, работали. Да, и утром рано в 5 часов, и до 9, до 10 вечера. Вот, снег идет, идет, мы работаем. Кадры решают все, и это сказано не нами, и не сегодня. Кризис теперь уже очевиден и в первую очередь упирается в вопросы заработной платы, да и статус коммунального сотрудника должен быть пересмотрен. А пока и коммунальные службы, и управляющие компании в поиске рабочей силы. Уважаемые старооскольцы, да и гости нашего города, пожалуйста, если есть у кого-то возможность, если сейчас в данный момент нет у кого-то работы, приходите, пожалуйста, к нам работать. Мы обсудим с каждым, с каждым желающим график работы, оплату, потому что нам сейчас лишняя пара рук не помешает. Политика отношений к коммунальной сфере требует пересмотра, иначе мы можем потерять базовый городской комфорт, которым отличается старооскол, и все, что кажется таким, само собой разумеющимся, превратится в роскошь.